Адаптация к менталитету Мы будем говорить с вами сегодня О различиях восприятия между Американской среде обитания И нашей Отечественной средой обитания Европейской, Восточной, Азиатской средой обитания Дело в том, что В американской среде обитания Восприятие Мы можем так утверждать Оно временное Временное Человек видит то, что видит Перед своими глазами Образно говоря Куда мы не посмотрим глазами Мы видим с вами Одномерный или двухмерный мир Третьего измерения Мы не видим Чтобы нам увидеть третье измерение Нам надо совершить какое-то движение То есть движение головой сделать Перенести свое внимание в какую-то точку И чтобы мозг В эти два промежутка времени Нашего восприятия Смог сформировать в вашем сознании В нашем сознании Трехмерную картинку Трехмерное пространство И вот Про этот домик мы с вами разговариваем Когда мы видим Какое-то помещение То мы видим Трехмерное пространство Благодаря тому, что мы переносим свое внимание Слева направо Посмотрим вверх, вниз Посмотрим Наш мозг соединяет Несколько плоскостей В такую трехмерную картинку Если Когда мы говорим Про американскую ментальность То у них восприятие Вот такое Одномерное То есть видит картинку перед собой Плоскую И мы когда говорим О таких примерах То есть мы Телевизионный Голливуд Голливуд очень сильно Развил свою индустрию И потом мы видим Этот монитор С которого мы смотрим Картинку И потом Помните Есть такая тема Картинки Нарисованы картинки Нарисованы картинки Комиксы Которым их называют Очень популярная Такая отрасль До сих пор Издаются комиксы И комиксы тоже Мы видим Что они плоские Вот как этот Как этот лист Плоский И когда мы смотрим На плоский лист То у нас вот такое восприятие Двухмерное Скажем так Двухмерное Третьего измерения мы не видим Для того чтобы увидеть третье измерение Нам нужно От этого листа Внимание отвлечь свое Правильно? Тогда мы видим Третье измерение Третье измерение Видим Какую-то глубину Ширину Которого нам не хватает здесь Соответственно Ваш интерес Вот к этому материалу Формируется таким же образом Вы видите Картинку Если у вас Восприятие В одной плоскости То вы Ее Раскрываете В своем сознании С помощью Эмоционального Восприятия Восприятие эмоциональное Элементальное Психологическое Восприятие То есть Вы Своей картинке Дорисовывает Ваш мозг Что-то дорисовывает Чтобы Ваше сознание Вместило Вот это все Дело Вместило ваше сознание Вы Видели Понимание То есть Вы хотите понять О чем Вы хотите Разложить По полочкам По деталям Понять Для чего Вам это надо Понимание Чтобы Выходить Внутрь Знание Извлечь Из этого Это В этом Системе Личного Роста Трехмерного Пространства Нашего Дома Который Строим Стены Потолки Это Ваше сознание Занято Трехмерным Пространством Ваш мозг Строит Картинку И По примеру Мы еще можем Сказать Когда Летит Самолет Высоко И Высоко Летит А потом Слышим Звук От него Отдельно То есть Картинка Разделяется И мы не можем понять Почему А самолет далеко То есть Звук Доносится Медленнее Чем свет Соответственно Какой звук Мы слышим Объемный звук А на самом деле Плоский звук Вверх Вниз Глубины звука Нету То есть Мы не можем С этого расстояния Услышать глубину И поэтому Наш мозг Дописывает Складывает Эти волны Звуковые И делает Трехмерный Объемный звук В трехмерном пространстве Которое мы видим Самолет В трехмерном пространстве Небо Землю И получается Объемный звук Мы знаем Два вида звука Монозвук Вы слушаете меня Через моно Запись Если я поставлю Еще один Смартфон Я запишу Стереозвук Стереозвук И создаем С вами Объемный звук В пространстве Готовый Звук Очень приятен Для восприятия Мозга Ему не надо Достраивать Эту пространственную картинку Внутри Вашего сознания Не надо Делать глубину Звук готовый Глубокий Звук Музыкальный звук Очень приятный Меломаны Знают Очень хорошо Что стереозвук Сейчас современные смартфоны Другие гаджеты Делаются Со стереодинамиком Со вторым Чтобы звук Объемный В пространстве Чтобы заполнялся В пространстве звук И мозг Это воспринимал Как гармонично То есть вместе с изображением Одинаковым Это у нас Вот здесь Находится Личный Личный рост Личное пространство Личное развитие Куда-то вверх В небо В небо Там надо расти А мы хотим Развиваться На плоскости На плоскости На том Что мы видим Не надо То есть Мозг Чтобы не перегружался Вот этим Не занимался Перестроением Лишним Дописыванием Лишних Измерений В вашем сознании То есть Когда мы хотим Создать Личное пространство Личную жизнь В этом пространстве В этом домике С этой крышей С этими стенами И так далее То мозг очень сильно занят Очень сильно занят Вот этим Достроением Всего Всего Этих стен Потолков И так далее Он занят постоянно То есть Несоответственно Ваши ресурсы Ваши мозга Очень сильно заняты Здесь Когда вы начинаете развиваться Индивидуально Развитие называется Вы видите только картинку Которую Мозг воспринимает И вы ее принимаете На веру Вы не говорите Я не верю Что это за стена Я не верю И начинаете разглядывать Где там что Высота Глубина Ширина И так далее Начинаете измерять Линеечка Или щупать Или трогать Или как то еще То есть Вы не верите Что видите Соответственно Ваш мозг Чтобы вы поверили Начинает болтать головой Вашей Отвлекать ваше внимание Посмотри сюда Посмотри сюда Садим картинку Получим То пространство Которое вы будете верить Вы не будете его бояться Вы будете шагать И так далее То есть Мозг очень сильно Занятый Этой Нетривиальной работой Не его дело Затем заниматься Его дело Смотреть прямо Видит Плоскость видит Двухмерное изображение видит Или одномерное Какое-то видит И Человек в этом Пространстве Начинает совершать Какие-то действия Какие-то движения совершает Не боится Нету страха А если страх Он видит страх Когда человек видит страх Здесь Соответственно То есть Человек не смотрит вниз Здесь В этой ментальности Никогда Вы развиваетесь Вы не смотрите вниз Вы не смотрите вверх Вы не понимаете Где вы находитесь Вы не понимаете Что это высота Лобина И так далее То есть У вас нет трехмерного Пространства в вашем мозге Ваш мозг Здесь свободен И независим от вас самих То есть Соответственно У вас получается Огромный ресурс Ментальности Здесь Огромный ресурс Ментальности Ваша энергия Ваша психическая энергия Ваш ресурс Главный Тратится теперь на что? На развитие Вашего мозга На развитие Вашего Какого-то Исследования То есть Вы направляете свое внимание На исследование На какой-то предмет Вы создаете какой-то эксперимент Вот в этом Духмерном пространстве Вы создаете эксперимент Соответственно Вот эта ментальность Вот к этой ментальности Саморазвитие Мы и движемся Движемся То есть Мы хотим свой менталитет Вот отсюда Переключить его Вот сюда Переключить То есть Сделать Бесстрашное восприятие Бесстрашное Чтобы не бояться Этого пространства Чтобы не достраивал мозг Культурно-традиционными Методами Не достраивал Соответственно Вот эту картинку Трехмерную Которая не является Объективной Строго говоря То есть Она Очень субъективная Картинка Которую мы воспринимаем И соответственно Нам С вами Нужно Многомерное Восприятие Вот чтобы многомерное Мы строили Перепостроить Тогда мы берем Трехмерную картинку Для начала И соединяем С одномерной С двухмерной Картинкой И у нас получается Четырехмерное Восприятие Пятимерное Восприятие Много измерений Много Много измерений И все они По-разному компонуются Понимаете Соответственно Вам интересно Исследовать Предмет Исследовать Какое мышление У вас будет Конструкторское Мышление Если здесь У нас Культурно Традиционном Помещении Восприятие Помещение Какого-то Пространства У нас Инженерное Восприятие Механическое Восприятие То есть Мы воспринимаем Здание Сооружение Механизмы С помощью Знаний И традиций Знания Приведут К инженерному Мышлению Традиции К ремеслу Соответственно Здесь Очень перегружен Наш мозг Перегружен Лишними деталями Эти детали Мы пытаемся Скомпоновать Эти детали И это все Находится В нашем восприятии Перегружено Соответственно Наш мозг Очень сильно Занят Весь вопрос Ментальности Мышления Здесь Как мы Воспринимаем Через знания А нам надо Воспринимать Через новость То есть То что я вижу Это новость Для меня Постоянно Куда бы я ни посмотрел Это для меня Все новость Это новость Для меня И потом Эта новость Может перейти во что В открытии То есть я здесь могу Потенциал небольшой Для новости И открытия Если здесь У меня какая-то новость То я ее могу Испугаться Здесь я могу К ней какое-то отношение Проявить И так далее То есть наша задача Изменить Трансформировать Адаптировать Своё восприятие То есть Убрать Ощущение Страха Правильно? Мы ощущение Чувства страха Мы к нему Относимся неестественно Мы считаем Что страх Это неестественно Заувалировать Спрятать И сделать Его Подчиненностью Чтобы страх Нам подчинялся Чтобы мы Ему управляли Чтобы мы Его использовали В своих целях Здесь страх Это естественное То есть естественное Он как перекати поле Он катается По вашему сознанию И забегает Во все По плоскости Бегает Катается Он не загоняет вас В угол Страх Здесь у нас Угол С вами Если мы рисуем Это трехмерное пространство Всегда рисуем В этом трехмерном пространстве Всегда Есть угол Который Вас загоняет Страх Поэтому Чтобы Вас Никто не загонялся И вы сами себя В этот угол не загоняли Угла не должно быть В принципе Его там нет В вашем сознании Вы его сами создаете С помощью вашего восприятия 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 Вот это беспокойство Я боюсь туда шагнуть Я боюсь туда шагнуть Из этого угла Выйти В этот Двухмерно-одномерное Восприятие То есть то что я вижу Сразу Вижу Априори Я этому верю Вот Вера Вот Вера Вот Вера То есть Здесь веры нет Вы не верите ничему Ничему не верите Соответственно вы сомневаетесь Ваш мозг Занятый Сомнениями Рассуждениями Какими-то Разборками То есть А для того чтобы это все делать Надо время Да Надо время Надо постоянно становиться И разбирать Какое-то там Или создавать такое Какое-то инженерное мышление Чтобы какие-то детальки Создать все Чтобы это понимать Чтобы ба-ба-ба-ба Очень много-много-много-много сил И времени уходит на вот это И восприятие Необъективное здесь Нам нужно попасть сюда С помощью Каких-то упражнений Да С помощью какой-то тренировки Да скажем так Тренировка И разные там Концепции Эти гуру Там Европейская Американская Гуру Там Есть концепции Тренинги всякие Избавление от страха Там Страх падения Вот там Видели такие ролики Там Вот так стоит человек И падает назад Ну тоже страшно падать назад Да Или вперед Страшно И там Люди Держат Что он падает И как бы он избавляется От понимания этого страха И так далее То есть Всякие там тренировки Есть И знаете Эта самая тема Это Кто он Энтони Роббинс Да Там У него там были такие тренинги Когда Огонь Угли Угненная дорожка Такая Он там угли Значит Это самое Насыпает Поджигает Уголь Там Не знаю Бурый Уголь Уголь Насыпает Разжигает Огонь И человек Должен По этому углю Пройти Он Создает Ощущение Человек Чтобы Человек Потерял Страх То есть Работает Не со страхом Почему Потому что Люди Находятся Здесь То есть В личности У него Тема большая Этого Энтони Роббинса У него тема большая Про личностный рост То есть Тут маленько Мы не видим Аспекты у него Разные Потому что У себя В Америке Он Учит Личностному росту Понимаете Он Учит Личностному росту А когда Личностный рост Начинает Создается Трехмерное Пространство В вашем сознании Получается Страх Работать При личностном росте Мы Учимся Наоборот У нас Есть Личностный рост У нас Есть Культура Традиции Знания Опыт И так далее Это огромное сознание Мировоззрение Которое Огромная Гора Всего Настроено Наделано А мы хотим Куда прийти Чтобы было Легко И просто То есть Слово Легко И просто Это критерий Нашего Трансформации Эти два слова Легко И просто Мне легко Мне просто Мне легко Мне просто То есть Как только Вы меня слушаете Любую лекцию слушаете Любую книгу читаете Любую Какой-то Предмет Разбираете Какое-то Образование Получаете У вас должно быть Состояние Легко И просто Если одно из этих Состояния Исчезает Вам становится Тяжело И трудно Да Не можете Вы Сразу Останавливаетесь Вам тяжело То есть Вот в этом пространстве Когда вы находитесь В одномерном Двухмерном пространстве Не трехмерном Многомерном пространстве Когда вы находитесь То Принципиально Легко И просто Должно быть Потому что Здесь Ваш Вес Имеет Значение Здесь Вес ваш Не имеет Значения Вам Ваши трудности Ваши Закаляют Ваши знания Помните Грызть Гранит науки Если мы грызем И так далее Это нас Трудности Закаляет Здесь Легко И просто Критерий Вы берете На себя Ровно Столько Сколько Можете Принять Своё Это Плоское Одномерное Двухмерное Восприятие Больше Вы не можете Принять То есть Вам тяжело Ваш мозг Не может Восприятие Нету Глубины В этом Восприятии Вам некуда Запёхивать Там Дырки Дырки Пихают В тебя Пихают Это Знание Запёхивает Математику Физику Геометрию Алгебру Химию Литературу Языки Пихают Куда В меня Пихать В меня Не лезет Это Это Нелегко И непросто К этому Товарищу Который Создает В вашей голове Личностный рост Чтобы вы росли Личностно Нам Нужно Менталитет Создать Для Развития Нашей Индивидуальности Мы Все Индивидуальные Товарищи Легко И Просто Новость Вера И Есть Разум 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 Такие слова Мы Находим сейчас На одной этапе Понятий Чтобы нам Было больше Разобраться Понятий Достаточно быстро Бегом Разбираем Чтобы они Появились В вашем Лексиконе Разум Легко Просто Вера Видите Они соотносятся Перед друг с дружкой Когда мы говорим О вере Вера должна быть Принял Легко На веру Ты Легко Принимаешься На веру Есть Такие Наши Выражения Легко Принял На веру А для разума Все должно быть Просто Просто Устроено Я это Понимаю Это просто Для моего Разума Это просто Для моей веры Это легко Здесь Не тяжело Не трудно Понимаете Как только у вас Будет Такое Понимание Вот это Трехмерности Какое-то Отвлечь внимание И сформировать В своем Сознании И культуру И традиции И знания И опыт И все это надо наложить И все надо Создать какое-то пространство Внутри вашего сознания То вы придете Опять К себе К вашей Отечественной Азиатской Восточной Европейской Этому менталитету Который Создает Такие пространства Найти пространства Конфликтные Скажем так Такие пространства Мы сейчас не об этом говорим Мы сейчас говорим Просто о понятиях В нашем лексиконе Должны появиться Такие слова Легко Просто Разум Вера Понимаете И новость Так друзья Сегодня я наговорил Что-то много Наверное уже Ну я думаю Вы меня Если кто-то досмотрел Это я считаю Вам респект И уважуха Пишите комментарий Какой-нибудь Ставьте лайк Обязательно Потому что Видеоролики конечно Не могут быть популярными На Ютубе Да И редкий человек Способен досмотреть Подобный видеоролик В котором Человек Который вам неизвестен Давайте кстати Об этом поговорим По поводу Сообщения Информации То есть Вот когда вы сейчас Переходите Вот в этот этап Когда первый этап У вас образуется Вот этот Трансформация Вашего Менталитета Адаптирования То вы меня Сейчас уже смотрите Вот так Смотрите Как сообщение Я вам передаю Сообщение Это сообщение А вы воспринимаете Как информацию Сообщение Плюс информация У нас Рождаются Новости То есть Мы меняемся с вами Новость Вы мне какую-то новость Рассказываете Я вам рассказываю Как сообщение Вы мне Оттуда В комментариях Сообщили свою Новость Понимаете Не знание Я вам рассказываю Это не Если вы воспринимаете Это как знание Воспринимаете Как какой-то Мой Мой личный опыт То это неправильно Вы опять попадаете В личностный рост В трехмерное пространство В котором Вы опять Создаете себе Глубину Которую Вы пытаетесь Запихнуть Вот это все Что я говорю Запехивать туда Все это Не надо Надо слышать Как информацию Информация Она какая Мы смотрим На информацию Читаем Текст Мы видим Буквы Прямо перед собой Какую-то книжку Двухмерную Видим Читаем На экране Читаем То же самое Мы воспринимаем Как буквы Как информацию Какой-то звук Все это Ваше сознание Сейчас еще Дополнительно Складывает Трехмерность Пытается Найти На какой стенке Это написать На какой стенке Куда это прилепить К какой-то Культуре прилепить Каким-то Знаниям Привязать То что я говорю Или Психология Там есть Есть там Философия Есть там Различные Науки Которые Антропогенные Науки 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 И так далее. А как я сам себя оценяю? Это самооценка. Это такая большая тема. Самооценка, которая тоже здесь не присутствует. Видите, нет тут сообщений, информации. Нет ни плюса, ни минуса. Нет никакого эмоционального сопровождения. Нет никакой эмоциональной окраски. Я не кричу, а посмотрите какие-то ролики, вы знаете. Люди очень громко шумят, кричат и так далее. И вызывают у вас эмоции, вызывают у вас чувства, которые окрашивают ваше трехмерное пространство, какие-то краски. И вам эти краски вызывают гормоны определенные. И вам, соответственно, хорошо становится, приятно. И вы говорите, о, хорошо, хороший ролик посмотрел, хорошо провел время, вы говорите. При этом ваш мозг не развивается, вы не развиваетесь, вы остаетесь там, где вы находитесь, в личном состоянии росте, под вашим потолком, в вашей замечательной комнате и так далее. И поэтому, друзья, сегодня мы эту тему достаточно широко осветили вам понятия, вводим понятия такие, как легко, просто, разум, вера, сообщение, информация и новость. И все это мы выкладываем куда? На одномерное, двухмерное восприятие, то, что мы видим прямо перед собой. Прямо перед собой видим. Как только мы испугались, нам не хватает информации, не хватает нам чего-то, не хватает красок, картинки, не хватает. Мы начинаем голову поворачивать и видим, ага, вот так вот же, вот же, вот высота, а вот ширина, а вот глубина. А вот все нормально, все прекрасно, я себя чувствую, я не боюсь ничего. То есть мы подходим к такой тематике, тематика восприятия собственного, мировосприятия. Так, друзья, все, спасибо за внимание.